На самом деле, никакой вероятностной физики не существует. В последнее время всё чаще и чаще можно встретить громкие заголовки, что Гейзенберг был неправ, Гейзенберг неправильно составил правила неопределённости, да и что вообще теперь никакого правила неопределённости не существует, и всё наконец-таки определено, и что квантовая физика перешла от каких-то мнимых вероятностных сущностей к чему-то конкретному. О чём здесь идёт речь, и как с этим связана атосекундная физика? Все эти вещи мы сегодня попробуем разобрать в нашем ролике, и попробуем выяснить, почему же можно говорить, что Гейзенберг был неправ, можно ли так вообще говорить, и как к этому привязана популярная нынче, ввиду недавно вручения Нобелевской премии, атосекундная физика. На связи Юрий Трифонов, сегодня разбираемся с неопределенностью Гейзенберга, и обязательно смотрите ролик до конца, потому что очень интересные вопросы мы сегодня затронем, и, может быть, даже выясним, что на самом деле никакой вероятностной физики не существует. Принцип неопределенности Гейзенберга начинает изучать ещё в школе, потом продолжает в институте, и вообще везде, где есть физика частиц, вы обязательно столкнетесь с правилом неопределенности Гейзенберга. Принцип на самом деле очень такой незамысловатый, и он гласит следующее, что чем точнее мы измеряем у квантовой частички один параметр, тем менее точно мы можем измерить другой параметр. Как правило, это относится к импульсу, скорости, координате или энергии, и вот эта вот пара всегда фигурирует. Как правило, сопоставляется, например, скорость частички и её координата. Если мы можем точно измерить координату, то мы не можем точно измерить скорость, и наоборот. Вот этот вот незамысловатый принцип, который мы обозначили чуть выше, и сказали, что чем точнее определяется один параметр частички, тем менее точно определяется другой параметр частички, на самом деле понимается и воспринимается совершенно не так, как он должен восприниматься. Это для нас сейчас принцип неопределенности Гизенберга, это штука, которая написана в учебнике и которую все хорошо запомнили. Но на момент ее формулирования, на тот момент, когда Гизенберг придумал, скажем так, это правило, или вывел или сформулировал, на тот момент такого четкого осознания и понимания этого принципа не было. Более того, корпускулярно-волновой дуализм на тот момент только, скажем так, захватывал научные круги. И ввиду этого любое понимание свойств частицы, как некоторых неопределенных, зависящих от вероятности, воспринималось, ну скажем так, с некоторым недоверием. Поэтому говорить о правиле неопределенности Гизенберга нужно ввиду этих событий. И в общем-то принцип неопределенности Гизенберга привязывает нас не к тому, что нельзя определить точно сразу два параметра, а привязывать нас к тому, что у частички есть сразу две природы. Это и волновая природа, где есть скорость, и обычная, скажем так, природа, где есть самая обычная координата. И поскольку частичка у нас квантовая, поскольку она сразу находится непонятно в каком состоянии, поскольку ее существование описывается функцией вероятности, мы не можем говорить о какой-то точности в таких измерениях. И мы не можем взять частичку, измерить ее координату и сразу измерить ее скорость. Почему? Да по очень простой причине. Если частичка начинает проявлять волновые свойства, то есть у нее есть, скажем так, скорость, и она движется по известной нам закономерности, то у этой частички пропадает координата. То у этой частички пропадает координата. И если координата пропала, то мы имеем дело уже с волной. И вот этот вот симбиоз волны и некоторого представления частицы, как о материальной сущности, об объекте и сущности классической физики, как раз и показывает нам, что принцип неопределенности Гизенберга нацелен не на то, чтобы сказать о невозможности определения двух параметров одновременно, а о том, что невозможно сказать, чем частичка является. Если она материализуется, скажем так, из квантовой среды, из волновой функции, она становится частичкой, мы определяем координату. Если она не материализуется и остается волной, мы определяем волновые параметры. И, в общем-то, это истинная суть принципа неопределенности Гизенберга. А вот то, что уже оба параметра рассчитать невозможно, и то, что мы отпихаем при решении задачек школьных в каждое, так сказать, отверстие, в каждую дырку, это никак не связано с природой и истинной сущностью принципа неопределенности Гизенберга. Из-за того, что принцип неопределенности Гизенберга понимается очень поверхностно, появляется огромное количество шуточек. Вот, одна шуточка недавно была в Телеграме проекта, ссылочка, конечно, в описании, там, Гизенберг едет за рулем, его останавливают, спрашивают, вы хоть понимаете, с какой скоростью вы ехали? Гизенберг отвечает, что я не знаю, с какой скоростью я ехал, но зато я точно знаю, где я нахожусь. И, в общем-то, вот такое вот великолепное описание сущности принципа неопределенности. И, в общем-то, это один из ярких примеров того, что он понимается неправильно. И, поскольку вот такое вот есть восприятие, то очень часто появляются и другие интересные идеи, другие интересные мысли. Например, на одном из форумов ребята рассуждали о том, как можно обмануть принцип неопределенности Гизенберга и как можно измерить сразу координату и скорость. Они исходили из того, что, поскольку скорость с координатой одновременно измерить невозможно у частички, значит, нужно посадить одного лаборанта, который измеряет скорость, а другого лаборанта, который измеряет координату, дать им рации и заставить связываться с каким-то координатором, который все это дело записывает. И, поскольку один человек будет измерять скорость, а другую координату, то вроде как получится измерить сразу и координату, и скорость в частичке, и эксперимент получится удачно. И вот это еще одна демонстрация того, что принцип неопределенности Гизенберга понимается не совсем так, как это вообще должно быть и как это вообще закладывал Гизенберг. Мы напрямую подходим к тому, что изучает атосекундная физика. Атосекундная физика это такая интересная штука, которая пытается найти что-то новое и нестандартное, рассматривая все текущие физические процессы в минимальных временных интервалах, во временных интервалах, соизмеримых с длительностью атосекунды. Логика простая. Если рассмотреть, например, движение велосипедиста на расстоянии 25 км из точки А в точку Б, то можно нарисовать их в виде вектора, в виде, скорее, прямой вектор, ни при чем изобразив это, там в масштабе 5 см равно 25 км. Но если разбить общий путь велосипедиста на кусочки по 1 метру, то окажется, что каждый метр велосипедист куда-нибудь подруливал, как-то перемещался, и на самом деле траектория оказывалась не прямой, как мы это рисуем в масштабе вот этом вот огромном, а какая-нибудь ломаная линия или какая-нибудь волнистая линия и так далее и тому подобное. И вот если мы смотрим на коротенький интервал, то мы понимаем, что прямая, описывающая движение велосипедиста по заданному маршруту, превращается вдруг сразу из прямой в какую-нибудь ломаную линию или волновую штуку. И получается, что на маленьких интервалах времени велосипедист ехал вовсе не по прямой. Если рассматривать поведение процесса физики на коротеньких временных интервалах, то может оказаться, что на этих коротеньких временных интервалах на самом деле процесс куда более интересен и, как это говорится, играет другими красками. И в общем-то физики предположили, что если посмотреть, например, на движение частички в атосекундных интервалах или посмотреть на ее поведение, то можно выявить такие закономерности, которые раньше было выявить невозможно. Например, там, как всегда, вот про электрон очень много разговоров, и если на электрон посмотреть в атосекундных интервалах, то можно выявить еще несколько интересных состояний, о которых раньше, в общем-то, и предположить было нельзя. Можно навести некоторую систематику и увидеть некоторые закономерности. И получается, что атосекундная физика – это мгновенная физика, которая позволяет определять много нового в давно изведанных процессах. Не так давно была обручена Нобелевская премия за исследования, напрямую связанные со сферой атосекундной физики. Научный коллектив смог сделать, ну, назовем это так упрощенно, лазерный фотоаппарат, который позволяет фотографировать вот эти мгновенные состояния системы при ее изучении. А тем самым можно посмотреть, например, какое состояние частицы есть в атосекундных интервалах. И не просто посмотреть, а еще зафиксировать и сфотографировать, и еще и потом изучать эти вот экспериментальные собранные данные. И вот тут, коса пошла на камень, было предположено, что вот эта атосекундная разработка, атосекундная физика может закопать окончательно принцип неопределенности Гизенберга. Поскольку принцип неопределенности Гизенберга рассматривался Гизенбергом на заре развития физики, и считалось, что все это относится к некоторым стандартным интервалам, которые можно было тогда измерить, было предположено, что если посмотреть на принцип не определяется Гизенберга в атосекундном оторвале, то окажется, что принцип Гизенберга перестанет работать. Потому что мы сможем сразу измерить координату и сразу сможем определить какой-либо из параметров изучаемой частички. На деле все это игра слов, и на самом деле никакой принципиальной разницы с физической точки зрения мы здесь не имеем. Получается, что мы просто фиксируем положение системы в тот или иной момент времени. И, во-первых, никто не сказал, что интервалов на самом деле столько, сколько находит атосекундная физика. Волновая функция определится в какой-то момент, да, будет некоторое измерение, и да, будет некоторое конкретное значение. Но далеко не факт, что мы рассматриваем уже мельчайший квант вот этого вот измерения, а не опять некоторый отрезок, состоящий из еще более мелких частичек. Получается, что атосекундная физика никак не связана с принципами ее приносят Гизенберга, потому что на самом деле мы не знаем, интервал атосекунду это минимальный интервал или нет. Мы измерили с помощью наблюдателя квантовую функцию. Кстати, про наблюдателя был ролик на канале, посмотрите, что это за такая хитрая сущность, как это работает. Ссылочка или подсказка будут обязательно. И вот, исходя из этого, принцип необрянусь Гизенберга продолжает работать и, наверное, будет работать дальше. Ну а вам всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если по какой-то причине не подписались до сих пор. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал про изобретения, для того, чтобы поддержать развитие проекта. Там осталось до 2000 подписчиков не так много, поэтому активнее, активнее, активнее подписываемся и продолжаем следить за проектом. Ну и, конечно же, есть телеграм-канал основной у проекта. Там постоянно, регулярно выходят какие-то интересные новые штуки. Поэтому везде подписываемся, следим за активностью. Всем счастья, здоровья, удачи. Ну и до новых встреч. Всего хорошего.